Привет! Меня зовут Амар. Я приехал в Белгород из Сирии исполнить свою мечту – поступить на специальность, которую я выбрал – информационно-аналитические системы безопасности. Я очень хотел приехать в Россию. Выбирал между разными университетами. Остановился на Белгу, так как мне привлекли его рейтинги, историческая ценность и, самое главное, институт. Мы с вами находимся в одной из лабораторий Института инженерных и цифровых технологий. Многие иностранные абитуриенты называют наш университет как «медицинский университет». На самом деле, да, у нас очень классный и крутой медицинский институт, но также у нас учатся на различных многих современных IT-специальностях. Мы занимаемся очно. Приходим в компьютерные классы, сдаем лабораторные работы. На моей специальности мы изучаем высшую математику или такую тонкую науку, как криптография. Криптография – это наука о методах шифрования или скрытия информации. Также я работаю в Международном департаменте, в Международном информационном центре. Моя задача заключается в том, чтобы помочь иностранным студентам, которые уже здесь находятся у нас или которые хотят поступить. Так вот, часто задаваемый вопрос с арабских студентов, как университет относится к арабам или к мусульманам в общем. Так мы сейчас с вами находимся в Центре арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша. И я считаю, что это прямое доказательство, как на самом деле наш университет относится к арабам. Наш центр был открыт 26 сентября в этом году. И это было большой честью для нас, потому что эта дата совпала с днем рождения университета. И вот благодаря руководству и ректору нашему университету нам сделали такой для арабских студентов, такой подарок. На открытие приходили наши гости с посольства Палестины и вручили нам множество подарков. Например, фотография Махмуда Дарвиша, который был, когда он посетил Советский Союз, снятая с Леонидом Брежневым. И также на фотографии присутствует Ясер Арафат. Это очень редкий, или точнее единственный экземпляр. И также они нам вручили данный портрет нашего поэта Махмуда Дарвиша, который тоже был нарисован при его жизни. И этот портрет висел и был подарен для посольства Палестины. Но они решили вручить его нам, потому что мы назвали наш центр именно его именем, имени Махмуда Дарвиша. Директором центра является доктор Ахмед Мансур. И в тот день его также назначили послом Нью-Белгу на Ближнем Востоке и Северной Африке. Директор Африке И вот как раз мы с вами попали на один из уроков, который проходит в нашем центре, где студенты русские с большим желанием и то, что нам приятно, учат наш язык, нашу культуру. И таких групп у нас три. Вот я хотел познакомить вас с преподавателем Фатимой. Меня зовут Фатима Зухра, я сама из Марокко. Я была студенткой нашего факультета, ну, университета. Но я сейчас сотрудник в университете в качестве тьютера подготовительной факультеты и преподавателя арабского языка в нашем центре. Много раз спрашивают, почему именно Россия. Я хочу вам сказать, что Россия – это была мечта. Когда я была маленькая, я познакомилась с Россией в документальных фильмах и учебу. Изучали в Марокко там история России, география России. География России, география России, география России. Это мой друг Фирас. Он тоже год назад приехал из Сирии. И он здесь учится на ординаторе, стоматолога. И он сейчас вам расскажет, чем он занимается в Белгороде. Приветствую, я Фирас. Почему ты приехал в Белгород? В Белгород? Давай я так скажу. У меня всегда была мечта, чтобы приехать в Россию. Вот. И я как-то сам в Сирии, из маленьких город, не хотел сразу переехать в большой город, как Москва или Санкт-Петербург. И так получилось, что у меня были такие хорошие друзья, которые уже были в Белгороде, учились и жили. И я вспомнил их. Я с ними созвонился. И в тот момент они как-то очень были довольны, что я как-то начинаю думать, приехать в Россию. Мы просто с Фирасом уже знакомы больше, чем 7 или 8 лет. Поэтому я убедил его, чтобы он приехал сюда. Ну да. Ты как координатор здесь, вот иностранным студентам или абитуриентам, можешь рекомендовать приезжать сюда, и что они могут работать по своей специальности? Я просто слушал, что ты уже у тебя имеешь опыт работать в поликлиниках здесь. Ну смотри как. Если стучать и дверь, то ты всегда найдешь ответ. Прекрасно. Я не скажу, что они придут к тебе, предложат тебе работу, но надо искать. И в Белгороде, если ты будешь искать, ты найдешь. Я нашел. Студенты из арабского мира приезжают и поступают во все университеты Белгорода. А где еще учатся наши студенты? Смотрите дальше. Здравствуйте. Меня зовут Харб Ахмед. Я из Египта. Я приехал в Россию 6 лет назад. Сегодня я на последнем курсе на архитектуру. Я учусь в Технологичском университете именно Шоуково. Меня зовут Салий Майкл. Я здесь в России 3 года назад. Первый год я учил русский язык. Но я очень рад, потому что я хорошо сейчас говорю по-русски. Я учусь на кафедре механического оборудования. Я буду инженер-механика. С помощью этих машин изготовлены строительные материалы. Мы будем изучать их в следующем году. Я в Ахдан Ахмед. Я приехал в Белгород из Египта. Я студент в Инверситете БГТО. Я учусь на инженер-механический оборудование. Мы находимся и взяли конференция. Белгород – прекрасный, уютный город. Многие люди выбирают его для жизни, создают здесь семьи, строят карьеры. И доктор Джихад как раз один из этих людей. Дорогие друзья, добро пожаловать в нашу клинику. Клинику доктора Аскари. Здесь мое рабочее место. И здесь я принимаю своих пациентов. Много задают меня вопрос, почему в Россию именно приехали. Скажу откровенно, что на Востоке, на Ближнем Востоке, все, что касается России, знаете, да имеет позитивное отношение с этих людей. У меня самому была действительно мечта приехать в Россию. Я приехал. В деканатах всегда, понимаете, вот были как мамы для нас. Помогали повсюду. И даже вопросы по учебе и не по учебе. Мы, знаете, поклон всем людям, которые действительно помогают. Много, вообще много их. Если человек успешный, если он знает свое дело, я уверен, что не будет препятствий. Наоборот, будет все вперед. Все будет хорошо. Будет поддержка от всех. Особенно от тех, которые в нем верят. У каждого арабского студента или выпускника в Белгороде есть своя история. Но всех нас объединяет любовь к России. И каждый из нас способен здесь исполнить свои мечты и осуществить все свои планы. Ведь мы влюбились в этот теплый, уютный Белгород. В этих фонарей горящие окна. И сейчас мы считаем себя частью города. Welcome to Belgrade! Белгород! Белгород!